добрый день на канале это он тв программа тема дня сегодня ввиду я михаил горин в израиле завершила свою работу известная герцлийская конференция вот об ее итогах мы поговорим с политологом ариком эльманом здравствуйте арик добрый день арик герцлийская конференция давно стала традиционным форумом достаточно серьезным по безопасности и борьбе с террором нынешняя герцлийская конференция на ваш взгляд чем-то отличалась от предыдущих кардинально я на самом деле не обратил внимание серьезно на различия проблема состоит в том что то что вы сказали она это для этого она задумывалась но с тех пор герцлийская конференция превратилась в форм на котором израильские политики делают значительные заявления потому что там им не нужно отвечать на вопросы журналистов там им не нужно противостоять парламенту как бы прецедент положил ариэль шарон который именно на герцлийской конференции как вы помните сделал заявление о том что близится как оказалось размежевание в секторе газа и поэтому израильские политики очень любят выступать на герцлийской конференции чтобы там и сделать какие-то заявления рассказать о своем политическом будущем атаковать своих оппонентов и так далее вот это вот мы и наблюдали и это стало главными заголовками из герцлийской конференции они к сожалению разговоры специалистов на те темы которых уговорили понятно заявление действительно на нынешней герцлийской конференции было много в первую очередь на себя обратила внимание заявление бывшего министра обороны который по сути дела заявил что он готов включиться в борьбу за лидерство в стране то есть за пост главы правительства это ожидается сделать это конечно он уже намекнул об этом свое в первом за выступлении после ухода в отставку это стало еще более ясно когда он отверг предложенному пост министром иностранных дел принято ниягу вступление элона в политику самого начала сопровождалось разговорами о том что он претендует на пост лидера ликуда на этом этапе ему по всей видимости стало ясно что с его теперешними политическими позициями и с тем что он оказался не вполне способен захватить достаточно серьезные контроль за значительной частью партийных активистов ликуде он все-таки там был человек чуждой и видимо на фоне решения не передать портфель министра обороны либерману шелку воду что бороться за руководство страной будет удобнее вне ли куда они внутри вне ли куда это где скорее всего в какой-то новой политической структуре которую айлон и другие сочувствующие ему как экс-генерал и таки возможно какие-то политики из центра попробуют правого центра точнее попробуют создать потому что если я ирлопид может создать структуру под себя если мошек ахлон может создать структуру под себя но уж машине айлон бывший начальник генерального штаба быстро министр обороны вторым номером точно никому не пойдет многие обратили внимание на выступление еще одного бывшего министра обороны а также быстрого на чем бывшего начальника генерального штаба и также экс-премьера ими я имею ввиду и худо барак с чем связано что он решил напомнить о себе на ваш взгляд видимо и он барак решил что вновь наступил момент когда ему нужно попробовать вернуться во власть циники скажут что барак покинул власть занимался бизнесом основанным на успехах своих тесных связей с власть имущими с то что называется торговлей влиянием что связи эти несколько ослабли теперь нужно их заново обновить непосредственным личным участием в процессе кто-то скажет что барак человек свою жизнь доказавший свой патриотизм и любовь к родине очень сильно повлиять на события как минимум риторику любую политическую нужно делить всегда на 10 но тем не менее возможно действительно взволнован судьбами страны и полагает что я бы ведет страну не туда и ему бараку нужно опять принять участие в схватке предыдущие попытки как мы знаем завершились неприятно для барак скажите пожалуйста возможно естественно гипотетическое возвращение барака активное включение в политическую жизнь бывшего министра обороны на ваш взгляд оживит политическую ситуацию стране позволит ее как бы нарушить вот этот болотный баланс о котором говорят последнее время но если стабильность и приемные отсутствие хаоса во власти это болотный баланс то наверное может потому что мы говорим о том что израильский избиратель он и любит все новое израильский избиратель особенно тот кто считает себя средним классом у нас на выборах регулярно проявляет себя как протестный электорат то есть по он постарально голосует за что-то совсем новое за что-то не связанное с политической системой прежней не запятанные грехами за кого-то кто обещает радикальные реформы и так далее он каждый раз разочаровывается в этом своем желании но каждый раз вновь выбирает кого-то нового интересного это мы наблюдали за последние несколько избирательных циклов когда сначала этот избиратель отдал предпочтение партии ешатид во главе с яром лапидом затем на следующих выборах он уже передумал и отдал свои предупреждения мошекахлону который тоже стал новой политической силой вполне возможно что этот тренд попытаться поход подхватить кто-то из тех политиков вы говорили сегодня возможно если им удастся преодолеть свои амбиции и вступить в какие-то союзы с теми правыми политиками больше называется имя конечно гиды насара которые ушли из политики поняв что в ближайшее время не 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 светит перспектива унаследовать на это не агуток сказать мирным путем в ближайшее время передавать власть никому не собирается вполне возможно что возникнет некая политическая сила в центре центре немножко правее центра которая попытается каким-то образом позиционировать себя надеюсь поколебать позиции это не до такой степени чтобы по результатам будущих выборов пример был бы вынужден наконец уйти окончательно в отставку освободить поле и тогда эти силы вновь объединяться с тем же самым ликудом для создания крупного право-правоцентристского блока на данный момент почему именно право-правоцентристского потому что на данный момент опросы изучающие тенденции израильского общественного мнения израильского политического общественного мнения свидетельствует о том что власть скажем так возможность победить она находится в центре из права они находятся в центре и слева по недаром поэтому скажем ведущая центристской партии сегодня это я лапит которые опросы тоже свидетельствуют о ее позитивных перспективах на предстоящих выборах если конечно не произойдут сюрпризы которых мы сейчас разговариваем они все угрожают лапит по опросам лапин как мы видим он тоже ведет очень целеустремленную политику с движения в центр и даже чуть-чуть правее во всех своих то сказать лозунгах выступлениях и так далее я хотел бы обратить внимание еще на двух высокопоставленных военных о которых говорили в рамках герцлистской конференции речь идет о бывших двух начальниках генерального штаба дан халуц и габи ашкенази они правда не сказали что будут собираются заниматься политикой но заявили о создании некого нового движения которое как они выразились собирается формировать новую повестку дня связи с этим у меня вопрос не кажется ли вам что слишком много военных обратили на себя внимание и заявили о том что они знают каким путем должна идти страна и что вообще у армии несколько иное видение чем у политиков как должен развиваться израиль во-первых сама поставка вопрос очень тревожным для меня как минимум поскольку ситуация в которой у армии есть представления о том как должно развиваться гражданское общество армии есть представление о том куда гражданские избранные лидеры должны везти страну и она отличается от их представлении армия хочет это высказывать это вещи весьма и весьма тревожны на самом деле говорить я думаю следует все таки о группе экс-генералов которых есть собственное представление о том как должна выглядеть страна и какова их роль должна быть в этой стране люди которые привыкли к командовать и мы кажется страны ситуация в которой к их мнению не прислушаются, а у них нет политической позиции, находясь на которой они могут это свое мнение высказывать. Это традиционное убеждение определенных, кроме этого, надо добавить, есть традиционное убеждение в левых кругах в Израиле о том, что привести левый лагерь к победе в Израиле может только генерал по модели Рабина в 92-м году или Бараков в 99-м, а уже придя к власти и убедив, так сказать, правоцентристского избирателя, что ему можно доверить безопасность Родины, этот генерал сможет провести в жизнь политику левого лагеря во всем, что касается, скажем, палестинского вопроса. Насколько это сегодня, оценка это верна? Ну, конечно, в политике всегда показывают действительность, результаты опросов. Тем не менее, до сих пор участие военных в политике сопровождалось как большими успехами, так и большими провалами, скажем. Вспомнить только память партии Центра, которую возглавляли бывший начальник генштаба Амнон Липкин-Шахак и экс-генерал, министр обороны, командующий трех округов, Ицхак Мордыхай, да? Да, совершенно верно. Их результаты в политике были весьма и весьма не впечатляющие. Хорошо, тем не менее, последний, собственно говоря, вопрос. Насколько, как вы считаете, все-таки имеют под собой основания те тревожные замечания, которые прозвучали у многих политологов и комментаторов о том, что... Ну, они не говорили, естественно, о военном заговоре или готовящемся военном перевороте. И таких категоричных заявлений не было. Но все-таки нотки вот этих вот комментариев были, как вы сами выразили, достаточно тревожны. Что армия может сама заявить о себе как самостоятельной силе. Я с иронией к этому отношусь по той простой причине, что израильская армия – это армия народа. И в конечном итоге в израильской армии служат те же самые граждане, которые ходят на избирательные участки и голосуют. Поэтому какая-то попытка генералов диктовать политическое руководство свою волю, угрожая какими-то штыками за спиной, она изначально абсурдно закончится ничем. И на самом деле я не думаю, что вообще есть смысл об этом говорить в израильском контексте, поскольку никто из тех лиц, о которых мы говорили, никаких таких планов не вынашивает. Скорее их идея гораздо более проста и понятна. Они хотят использовать свою репутацию как генералов, профессионалов в области безопасности, людей, накопивших большой опыт, для того, чтобы попытаться убедить израильтян в том, что их предложения о том, как нужно менять курс страны, внутренний, внешний, они правильные. Это делается не первый раз. Мы знаем, что есть у нас целый совет по безопасности, командиры за сильный израиль, что-то в этом духе, в котором насчитывается несколько сот, если я не ошибаюсь, экс-офицеров, которые придерживаются в целом относительно, если можно так сказать, левых позиций по палестинскому вопросу и которые регулярно критикуют Натаньягу, предлагают голосовать за другого. Мы помним, как покойный начальник Моссада Мейердогана, Юваль Дискин, экс-глава Шабака, тоже весьма активно предлагали израильтянам свое мнение о том, почему не надо голосовать за Натаньягу. В конечном итоге израильтяне сделали свой выбор, достаточно четко дав понять экс-генералам и экс-военным о том, что они думают об их попытке политического вмешательства повлиять на их мнение. Она не была учтена. Израильтяне – это избиратель достаточно образованный. Он видит реальность, а если он ее не видит, то реальность вторгается в его дом или падает на крышу его дома с очередной ракетой Хамаса. Поэтому в конечном итоге израильские политики знают, что избиратель судит их по результатам. И по тому кредиту, который он им предоставляет. И это главный фактор, который в конечном итоге решает все. Мнение того или иного военного, который выставляет себя экспертом, оно важно до определенного момента. Когда же такой военный решит выставить себя на суд избирателей и примет участие в политической борьбе, вот тогда будет видно, насколько это уважение к его бывшему погону, и к его военному опыту, оно трансформируется в готовность оказать ему политическую поддержку. Арик Эльман, спасибо вам за этот комментарий. Всего доброго. Спасибо.